Самые важные выборы за 30 лет. Как Польша оказалась на развилке? Чуть меньше месяца осталось до парламентских выборов в Польше. Власти и оппозиция ведут ожесточенную борьбу за каждый голос, бросаясь громкими обещаниями народу и унизительными оскорблениями в адрес политических оппонентов. В ход идут угрозы, компромат и извительные хэштеги в соцсетях. Не хватает лишь кулачных боев. Наверняка утром 16 октября поляки вздохнут с облегчением, обнаружив, что цирк наконец-то уехал. Вопрос в том, кто останется, чтобы править страной следующие четыре года. Премьер-министр страны Матеуш Моровецкий заявил, предстоящие выборы, которые состоятся 15 октября, самые важные за 30 лет. Почему победа на выборах важна для политиков, будь то власть или оппозиция, объяснять не стоит. Но изменят ли выборы жизнь обычных поляков? Польский треугольник. Что мы знаем о партии власти? С 2015 года страной безраздельно правит консервативная националистическая партия «Право и справедливость» – ПИС. В стране сформировался треугольник власти в лице президента Польши Анжиа Дуды, премьера Матеуша Моровецкого и непосредственного лидера ПИС Ярослава Качинского. Которого негласно называют фактическим лидером страны. Политика Дуды Качинского-Моровецкого неоднократно вызывала острую критику со стороны Брюсселя. Судебная реформа, запрет на аборты, давление на СМИ, закон о российском влиянии, нацеленный на чистки в рядах оппозиции. Даже в ЕС, где демократические принципы давно трактуют в угоду политическим соображениям, с ужасом наблюдают, как польская демократия мутирует в нечто несуразное. Дабы остановить этот процесс и переструнить Варшаву, Брюссель наложил на Польшу штрафы и даже заблокировал выделение средств из постпандемийного фонда ЕС в размере 58,1 миллиарда евро. Сумма внушительная и крайне необходимая для польской экономики. Однако ни меры Брюсселя, ни экономические тяготы, польский истеблишмент особо не впечатлили. Варшава продолжила гнуть свою линию, а в стране даже заговорили о Полексит. Кроме экономических провалов, о которых подробно поговорим чуть позже, итогом восьмилетнего правления писавцев можно назвать явный курс на конфронтацию и милитаризацию страны. Не получается у Польши мирно уживаться не только с соседями, но и с партнерами по ЕС. На Беларуси и Россию польские власти повесили табличку «враги», на Германию и Францию – империалисты, на Брюссель – диктаторы. Даже Украину, с которой, казалось бы, у польских властей сложились особенно теплые отношения, Варшава обвинила в агрессии и неблагодарности. Почему так? Во-первых, нынешние власти Польши просто не способны цивилизованно вести диалог, договариваться и искать компромиссы. Во-вторых, Варшава сознательно нагнетает обстановку и создает эдакий пояс гипотетических врагов, дабы удержать власть над электоратом. Пояс гипотетических врагов. Что стало главной стратегией ПИС? Главной стратегией ПИС стало элементарное чувство страха. Государства и СМИ постоянно внушают польскому народу, что кругом враги. Германия хочет отобрать польские земли, даже не стоит спрашивать, зачем. Россия спит и видит, как бы сбросить на Польшу ядерную бомбу, видимо, чтобы земли не достались Германии. А Брюссель строит планы по свержению ПИС с пьедестала власти. А вот здесь опасения могут быть обоснованными. Благодаря страху, Варшава пытается держать польское общество в постоянном напряжении, а заодно внушить людям, что единственным гарантом безопасности государства является все та же ПИС. На фоне внешних угроз ловко задвигаются на второй план внутренние проблемы, начиная от роста цен на коммуналку и продукты питания и заканчивая кризисом в аграрной отрасли и волной банкротств. Ведь что такое материальные тяготы, когда страна стоит на пороге войны? Пускай всего лишь гипотетической. Беда в том, что это гипотетическое в жизни Польши зашло так далеко, что власти, похоже, потеряли связь с реальностью. Возьмем хотя бы армию. Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащек ранее заявил, что через два года польская сухопутная армия может стать самой сильной в Европе. Конечно, при условии, что у власти будет оставаться ПИС. Данная ремарка лишь убеждает, что даже войско польское стало элементом электоральной кампании. Проблема в том, что модернизация вооруженных сил требует огромных затрат, а денег в польском бюджете не хватает. Вот и получается, что сильнейшая армия создается в долг. Сумма кредитов за оружие перед южнокорейскими банками на сегодняшний день превышает 9 миллиардов долларов. Однако Польша подала заявку еще на один кредит в размере 15,5 миллиардов долларов. Кроме этого, польским налогоплательщикам предстоит профинансировать гигантские заказы вооружений США на общую сумму более 30 миллиардов долларов. В этом плане довольно метко охарактеризовало ситуацию польское издание Речпосполита. Не осталось никаких тормозов. Правительство скупает все, что можно. Проблема в том, что тут не базар. В сложившихся реалиях может оказаться, что самая сильная сухопутная армия в Европе может стать самой дорогой и самой бесполезной. Оплатить по счетам придется польской молодежи, а, возможно, ее детям и внукам. Таким образом, если право и справедливость удержатся у штурвала, страна, вероятно, продолжит идти по пути конфронтации, в том числе с недавними партнерами по ЕС. Однако приход к власти либеральной проевропейской гражданской коалиции может внести коррективы как во внутреннюю политику, так и во внешний курс страны. Польша при Туске и Моровецком. В чем разница? Лидер гражданской коалиции Дональд Туск – политик с немалым опытом, в том числе в управлении страной. В течение семи лет, с 2007 по 2014 год, он занимал кресло премьер-министра Польши. И сколько критики сегодня не звучало в адрес Туска со стороны ПИС, следует признать, что во время его премьерства Польша жила достаточно неплохо. Страна выдержала финансовый кризис 2007-2008 годов, став единственным государством в ЕС, избежавшим рецессии. И в последующие годы, когда экономика Европы восстанавливалась, Польша демонстрировала одни из лучших показателей в ЕС. Придя к власти, писовцы получили страну с довольно крепкой экономикой. Сейчас Моровецкий или Качинский могут что угодно заявлять о провалах Туска, однако цифры говорят сами за себя. В апреле 2014 года инфляция в Польше находилась на рекордно низкой отметке – 0,3%. Это связано с тем, что мы наблюдаем уже довольно длительное время в нашей экономике. С одной стороны, очень низкие цены на продукты питания и топлива, что существенно снижает инфляцию, а с другой стороны – сильный злотый, пояснял тогда Радио Польша экономист Лукаш Бугай. По итогам 2014 года рост ВВП Польши составил 3,3%. При этом средний показатель прироста ВВП в ЕС составил 1,3%. Таким образом, Польша являлась одним из лидеров экономического роста в Европе. Несмотря на негативные внешние факторы, рост ВВП в Польше в 2014 году был довольно значительным. Экономическая активность останется на высоком уровне благодаря хорошему уровню внутреннего спроса, отмечалось в докладе Еврокомиссии. А теперь вернемся в наше время. Чего за 8 лет удалось добиться ПИС? В июле 2023 года инфляция в Польше составила 10,8%. В августе – 10,1%. Это почти вдвое выше, чем в среднем по ЕС. Ожидать снижения цен полякам пока не стоит. В сентябре Нацбанк принял решение о резком снижении базовой ставки – очередное популистское решение властей накануне выборов, которое вновь подстегнет инфляцию. При нынешней власти Польша возглавила антирейтинг стран ЕС по уровню падения ВВП. Так, во втором квартале 2023 года по сравнению с первым ВВП Польши снизился на 2,2%. У нас не только один из самых высоких показателей инфляции в Евросоюзе, но и один из самых глубоких спадов динамики ВВП, пишет польское издание Business Insider. Что провоцирует снижение ВВП? Прежде всего, безудержная инфляция. Это последствия экономически некомпетентного правительства ПИС. Поляки могут себе позволить все меньше и меньше, и это влияет на экономику. Мы меньше покупаем, меньше инвестируем, мы беднее. Снижение ВВП происходит главным образом за счет роста стоимости жизни и увеличения постоянных издержек, поясняет издание «Форум польские господарки». Кроме этого, в стране наблюдается спад промпроизводства и индекса деловой активности. Например, по итогам июля промышленное производство сократилось на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Спад затронул 24 из 34 отраслей промышленности. Индекс деловой активности Польши, согласно данным S&P Global, снижается три месяца подряд. В июне текущего года он составил 45,1 пункта. В июле – 43,5. Считается, что если данный индекс на протяжении нескольких месяцев подряд показывает значение между 40 и 45 пунктами, можно говорить о наступлении рецессии. Конечно, экономические провалы можно пытаться списать на трудные времена. Последствия пандемии, украинский кризис, санкционный бумеранг. Но ведь и правительство ТУСКО преодолевало последствия финансового кризиса, а в 2014 году – последствия санкционного противостояния с Россией. Однако при ТУСКО Польша не конфликтовала с Брюсселем, а польская экономика активно подпитывалась денежными средствами и структурных фондов ЕС. Не помешали ТУСКО и разногласия с бывшим в то время президентом Польши Лехом Качинским. Рад главы ПИС Ярослава Качинского погиб в авиакатастрофе в 2010 году, который не раз блокировал инициативы премьера. В целом, политика ТУСКО тех времен была достаточно гибкой и прагматичной. Будучи премьером, он пытался развивать экономические связи с Россией, несмотря на политические разногласия. Не потому, что ему нравилась Россия. Просто это было выгодно Польше. Плохие отношения с соседями не являются доказательствами силы и независимости, заявлял ТУСКО. Цитата BBC. Он также отмечал, что в ситуации с Россией и Германией польское правительство реализует свои интересы посредством хороших отношений, а не авантюр. Вернуть Польшу в Европу. Брюссель ставит на ТУСКО. После ухода в отставку с поста премьер-министра Польши ТУСКО начал строить карьеру в Брюсселе. Он пять лет возглавлял Европейский совет, а затем и ведущую фракцию Европарламента – Европейскую народную партию – ЕНП. И эти факты о многом говорят. Летом в Польше разразился скандал на фоне заявлений нынешнего главы ЕНП Манфреда Вебера. В интервью немецким СМИ он назвал ПИС противником и призвал с ней бороться. Вебер указал, что представители правящей партии в Польше систематически нарушают законы и попирают свободу СМИ. При этом политик подчеркнул, что ЕНП – единственная сила, которая может заменить ПИС в Польше и вернуть страну в Европу. Стоит отметить, что ЕНП включает в себя гражданскую коалицию ТУСКО, поэтому очевидно, что подразумевает выбор под силой, способной заменить ПИС. Смена ПИС на гражданскую коалицию позволила бы европейским властям упрочить контроль на востоке Евросоюза. Сам же ТУСКО с точки зрения Брюсселя – идеальная кандидатура на роль премьера. Он способен эффектно руководить страной и при этом не выходить за правовые рамки ЕС. Стоит полагать, что в Брюсселе смотрят и на перспективу. Как и Беларусь, Польша находится на рубеже, только по другую сторону. От того, что происходит на этих рубежах зависит будущее Европы. Поэтому здесь нужны достаточно опытные и гибкие политики, способные сохранять баланс и поддерживать мир на континенте. В этом плане потенциал у ТУСКО будет повыше, чем у любого из писавцев. В каком-то смысле Моровецкий был прав, называя нынешние парламентские выборы важнейшими за 30 лет. Сейчас Польша действительно стоит на развилке. Каким бы ни был исход, он, безусловно, отразится и на жизни поляков, и на ситуации в регионе. Политический расклад в соседней стране интересен и Беларуси. Ведь наши страны связывают не только культурное и экономическое сотрудничество. У нас еще и общая граница протяженностью почти 400 километров. А польские власти уже неоднократно демонстрировали, что готовы перейти границы дозволенного. Конечно, происходящее можно списать на предвыборную истерию и желание покрасоваться перед электоратом. Однако, как бы там ни было, нынешняя польская верхушка уже исчерпала кредит доверия. И, похоже, не только на востоке, но и на западе.